потому что год пребывая в состоянии совершенно ином так сюжет ну то есть не так рестораторском как в общем депутат киевсовета вот я когда отвечаю на вопрос слушать ну как не тяжело тебе это же вообще там что такое все творится бог как ты можешь вот я в какой-то момент сообразил чем в чем дело то есть и как как отвечать очень многое зависит от того то есть способны ли вы управлять своими ожиданиями то есть если ожидать например что ты придешь киевсовет к нам приехал совершенно верно а там все иначе да и вот если ты как раз понимаешь что там все иначе но и нужно пахать и на ну иначе чем нужно было идти в депутаты то есть да идешь для того чтобы сказать что но депутаты могут быть другими даже можно в общем так что по-другому думать и представлять тех кто за тебя голосует и ты понимаешь что будет непросто ты понимаешь что так буду тебя пытаться там втянуть какие-то там старые схемы системы и так далее вот то то есть понимает и готов и соответственно опять таки вот ты тоже не устаешь и суть не в том что тебе там сильно нравится так там ковыряться вот в тех или иных коррупционных схемах пытаясь выносить их на поверхность но то есть ты готов потому что будет противостояние ты готов к тому что тебя будет кто-то запугивать туда пытаться купить вот ты к этому готов и в общем и наверное тут вы говорили о кайфе то есть вот этот раз радость от того что ты в общем но ты решаешь те вещи ради которых шел вот в эти все такси да вот туда сказать авгивы конюшни чистить и потому тебе не страшно что то есть конца края пока не видать но ты понимаешь что ты за собой тоже оставляешь какую-то тропинку то есть могут идти другие и вот мне кажется что управление ожиданиями в этом отношении это очень важная штука то есть вступая в новую чтобы не разочаровываться да вот сергей а я хочу подавиться на ваш проект життя как цикаво техничная освита потом рестораны в так то то начебто речи які подобаются мабуть не ж мабуть не для того аби заробляти гроши а потем депутат тем більше в украине ну навещо знаете это вопрос ответственности то есть когда вот начались события то есть да у нас на майдане и мне кажется что у так сказать любому многих стал выбор стоял ведь как либо менять вот этот весь ужас в котором так сказать страна оказалась то есть вот ну то есть только чему она пришла за 23 года независимости фактически не не сумела стать страной то есть иначе откуда бы взялись вот эти избиения на майдане тоже мы допустили да то есть и я например на фейсбуке написал 1 декабря или там под начале декабря том что первая капля крови была последней капли терпения вот и в тот момент каждый для себя я ну я думаю да то есть стоял перед выбором то ли менять эту систему и все делает от тебя зависящие да то ли ну вот для там любителя чеком бизнеса да это в общем означало скорее ну либо продавать бизнес и уезжать потому что средняя это это просто оттягивание решения вот я для себя приняли решение ну то есть это моя страна домой город его люблю отсюда никуда не уеду вот то есть потому кстати ну то есть уже все-таки отвечу на вопрос нет я холост и почему вот сейчас время ответит и в общем я себе могу позволить не ну то чуть больше то есть я себе могу позволить может быть там больше риск или 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 в большей степени эгоистическое отношение к собственному времени мне никто особо не будет то есть я могу в общем работать